В Варкрафте есть особый класс бездельников, у них много свободного времени и очень много странных идей, да настолько странных, что ни один нормальный, здравомыслящий человек не отважится делать то, что порой делают они. В этом ролике я хочу поговорить о выделяющихся игроках, коварных стрим-снайперах и просто о людях, которые находят очень проворные способы троллить других игроков. В игре есть люди, которым ну вот вообще наскучили обычные роли, но не хочется им быть статтысячным спасителем Азерота, покорителем рейдов, победителем непобедимых. Некоторые люди, особенно на классических серверах, наверное от полной скуки, начинают буквально притворяться NPC. Пару лет назад я упоминал игрока под ником Freshfish, который прославился на своем пвпшном сервере благодаря тому, что он сделал себе персонажа первого уровня и начал бегать по разным точкам Азерота и зазывать игроков Орды на войну. Ну вот, к примеру, тут он стоит рядом с Каргатом и часами напролет спамит примерно следующее сообщение. Трал отправил меня в эти далекие земли, чтобы повысить моральный дух наших войск. Откройте обмен и получите подарок. Все чаевые пойдут на поддержку наших военных усилий. Игрок начал буквально раздавать игрокам еду, чтобы они приносили ему кровь игроков Альянса. Встретить этого человека зазывалу можно было во многих уголках Азерота, чаще всего в Аргримаре или просто в точках, где неподалеку происходят массовые пвп замесы. Он всегда похожими способами зазывал игроков активнее участвовать в пвп-ивентах. Иногда он присылал похожие тематические сообщения буквально игрокам на игровую почту. В сообщениях он мог рассказывать о важности в сражениях с Альянсом, а также для мотивации присылал дополнительно небольшое количество еды. На другом сервере, сервере Пегл, был не менее безумный игрок с не менее полезной функцией. Это был человек под ником Они Тип Джер. Этот человек запомнился многим благодаря тому, что он на своем гноме четвертого уровня постоянно тусовался рядом с вот этим NPC в Штормграде и помогал игрокам координировать получение мировых бафов. Для контекста, игроки в классике могут сдавать некоторые предметы, вроде головы Аниксии из логова Аниксии и получать мировые бафы. А так как мировые бафы штука важная, их старался получить почти каждый игрок. Уни Тип Джар почти каждый день занимался тем, что просто так, бесплатно, помогал игрокам координироваться с получением мировых бафов. На сервере он стал легендой, так как существенно упростил многим жизнью. Но прославился он не только помощью, а и своими амбициями. Став достаточно известным игроком, он провозгласил себя мэром Штормграда. Буквально. Он и его жена начали проводить предвыборную программу, чтобы игроки на голосование избрали его правителем целого города. Хотя самое забавное, никто не знал, как вообще в теории должно было проходить это в кавычках «голосование». Это стало серверным мемом, но никто не был против. Уж больно много пользы он успел принести благодаря своей волонтерской работе, скажем так. На форумах периодически можно найти шуточные призывы игроков, в которых говорилось, что Они Тип Джар должен стать президентом. Если ты голосуешь за Они Тип Джара, ты голосуешь за мировые бафы. Но, наверное, дальше всех в условном соревновании игроков со странными ролями ушел человек с популярного классического РП-сервера Гробулус под ником Эдди. Для начала стоит отметить, что Гробулус был популярным местом, куда на протяжении первых лет классики стекались РП-шеры со всего американского региона. Там было много необычных гильдий и игроков, которые придумывали себе необычные образы и роли. Так что там встретить каких-то уникальных личностей было не то, чтобы очень сложно. Но Эдди, даже на их фоне, был особенным. Он был знаменитостью в Альянсе, причем в хорошем смысле. Эдди, несмотря на то, что являлся игроком Орды, был буквально самым почитаемым игроком Альянса. Как так вообще получилось? Эдди играет за персонажа Андедда, а как всем известно, Андедды, по крайней мере те, за которых мы можем поиграть в классике, прежде являлись обычными людьми. Так вот, несмотря на свою смерть и воскрешение в качестве нежития и становление отрекшимся, Эдди отказывается принимать свою новую сущность. Он по-прежнему идентифицирует себя как человека, жителя Альянса с полными правами, гражданина этого союза. Он не хочет быть с Ордой, он хочет быть с Альянсом. Поэтому Эдди тусуется в землях Альянса, в особенности в Элвинском лесу, Штормграде и Стальгорне. В последнем, по упоминаниям, он так и вовсе сидел практически безвылазно, словно это его родной дом. Но он обитал в землях людей не для того, чтобы убивать, а для того, чтобы попытаться жить, как и обычный человек. К игрокам Альянса он всегда относился приветливо и дружелюбно, хотя, прямо скажем, разбойник Андетт в лоу-левельных локациях вроде Элвинского леса или в Стальгорне это явный повод насторожиться. Со временем люди к нему привыкли и перестали проявлять к нему недоверие. Он даже сделал себе гильдию под названием, цитирую, «Крутая гильдия Альянса». Так как разработчики сделали так, что игроки из Альянса не могут нормально говорить с Ордой, взаимодействие Эдди с его, в кавычках, «истинной фракцией» было затруднено. Но он нашел способ, как это обойти. Да, по-нормальному, если игрок Орды напишет что-то в чате, игроки Альянса увидят каракули. Но есть некоторые символы и слова, которые точно заменяются на конкретные нормальные символы, на противоположной фракции. Кто-то даже написал целый аддон, который с горем пополам позволял переводить ордынские символы в то, что поймут игроки Альянса. Хоть текст выглядит кривовато, но общаться можно. Так что этот игрок получил возможность более-менее коммуницировать с другими игроками своей истинной фракции. Так что с ним можно было поговорить в Штормграде или весело побеседовать где-нибудь в Стальгорне. Со временем Эдди стал серверной знаменитостью, которую очень многие знали в Альянсе. В Альянсе о нем знали и говорили гораздо чаще, чем в Орде, откуда он родом. На форумах о нем писали как о серверном сокровище, а на условном реддите игроки частенько клепали с ним мемы, вроде этого или вот этого. У него даже появились последователи, вроде вот этого тролля, которого можно было встретить в закоулках Стальгорна. А если верить упоминаниям, то любовь к этому персонажу со временем стала настолько большой, что если кто-то из Альянса убивал Эдди, пока он тусовался в землях людей, что напомню, он делал частенько, это могло быть чревато тем, что игрок-убийца попадал в черный список фракции. А это, в свою очередь, могло затруднять поиски рандомных групп или банальное общение с другими игроками. В общем, этому игроку Орды удалось стать, наверное, единственным отрёкшимся, которого не то, что никто не пытался убить, а наоборот, люди пытались его встречать, как своего. В игре есть тысячи предметов разной степени полезности, и некоторые предметы открывают игрокам возможности коварно троллить противников. В Гневе Короля Лича, разработчики добавили для инженеров игрушку под названием «Взрывчатая приманка». Как понятно по названию, этот предмет должен был приманивать недальновидных игроков, что в итоге приводило к их смерти. Как предмет работал? Игрок спавнил приманку, и на земле появлялся в кавычках «безобидный кролик». На первый взгляд, это был самый обычный кролик, в коих в Азероте, ну, тысячи. Но если попытаться его пнуть, приведёт это к взрыву, который нанесёт игрокам неподалёку, «немного урона». Ключевое слово «немного». Да, быть может, для ганкинга низкоуровневых игроков 1800 урона будет достаточно, но что делать с более прокачанными игроками? Люди нашли выход. Нейтральные города. В нейтральных городах, вроде Примбамбаска или Пиратской бухты, находятся свирепые элитные стражники, которые атакуют любого, кто попытается напасть на другого игрока или NPC. Что делали тролли? Они просто спавнили как можно больше этих псевдокроликов в городах и выжидали. Рандомные игроки, когда видели какого-то подозрительного кролика, его атаковали. По мнению стражников, такой игрок совершал ПВП-нападение, а следовательно, он становился враждебной целью. Стражники начинали его атаковать и быстро отправляли на кладбище. В 2009-2010 годах, игроки активно спавнили эту игрушку в разных уголках Азерота и убивали десятки ничего не подозревающих игроков. Что-то отдаленно похожее недавно появилось на классических серверах, конкретнее на серверах сезона открытий. У игроков появилась возможность купить предметы, которые при использовании превращали персонажа буквально в куст или ящик. Люди начали это использовать, чтобы одурачивать ничего не подозревающих противников. Мол, бегаешь ты на поле боя и думаешь, этот куст всегда тут был, или на самом деле это замаскированный разбойник. Более того, со временем, игроки обнаружили, что превращение в куст еще и помогает спрятать захваченный флаг. При превращении его просто не видно. Но ладно поля боя, там-то можно ожидать всего что угодно. А вот открытый мир огромен, и появление этих предметов заставляло многих буквально сомневаться в каждом кустике. А то, вось окажется, что неприметный кустик является убийцей, который вот-вот уже готовится тебя уничтожить. Некоторое время назад на хардкорных серверах, на которых, напомню, запрещено умирать, появился один хитрый стрим-снайпер, который охотился за известным англоязычным стримером под ником Zico. Zico является весьма сильным игроком с длинной PvP-историей. Ещё до выхода классики он был крайне активным и сильным ареной игроком. Он имел отношение к топовой гильдии метод, принимал участие на разных турнирах, причём как в качестве игрока, так и в качестве комментатора, а также, как минимум, 17 раз получил одно из престижнейших PvP-достижений игры. Первый ранг. С выходом официальных хардкор-серверов, он начал использовать свои навыки для того, чтобы побеждать противников в смертельных дуэлях один на один. Ему удавалось выходить победителем даже из самых напряжённых дуэлей, причём не один раз. И вот, когда он находился на средних уровнях, он, ничего не подозревая, принял ещё одну смертельную дуэль с одним игроком-паладином. Только вот этот игрок не был простым. Этот игрок не был рандомом или около того, а был человеком, кто пришёл с конкретным намерением убить стримера. Это, как выяснилось позже, был эдакий стрим-снайпер. Игрок собрал ну просто целую кучу бафов, фласок, еды и всего, что могло бы хоть его немного усилить. Игрок стал настолько набафанным, что маг стримера банально почти не мог пробить паладина и нанести ему хоть немного значимый урон. Чего не скажешь о паладине, который при сближении с персонажем стримера мог очень хорошенько его надамажить. Дуэль продолжалась достаточно долго и магу не удавалось пробить игрока. В некоторые напряжённые моменты хп и мана стримера опускалось до 6-9% в то время как хп набафанного паладина было практически полным. И единственное, что спасало мага от смерти, это возможность кайтить неприятеля и кидать паладина в полимор. Так как победить паладина в его случае было нереально, Зика использовал один хитрый трюк. Он временно вышел за пределы проведения дуэли. Когда такое происходит, на игрока накладывается таймер. Если игрок не зайдёт в место проведения дуэли, то он получит жёсткий дебаф, но дуэль завершится без смертей. Когда паладин побежал за пределы дуэли, чтобы догнать мага, стример с помощью одного предмета усыпил паладина и вернулся в зону проведения дуэли. Как итог, дуэль завершилась, но игра посчитала дезертиром, именно усыплённого паладина. После этого паладин буквально пошёл писать тикет в техподдержку, что вызвало очевидное возмущение со стороны Зико. Если верить упоминаниям, после своей неудачной попытки убить стримера, он старался максимально сильно изолироваться от того печального момента, что включало постоянные баны тех, кто заходил на его трансляции и спрашивал о той дуэли. К его несчастью, та дуэль быстро стала известной. Её активно обсуждали известные Варкрафт-стримеры вроде Азман Голда, а ролик только самого Зика с тем ПВП-сражением смог набрать более полумиллиона просмотров, что для Варкрафта и особенно какой-то там дуэли очень много. Но помимо в кавычках не победы в той дуэли был ещё один недостаток. За покидание области проведения дуэли на игрока наложился очень жестокий дебаф Трус. В отличии от похожего дебафа с актуальных серверов, который просто накладывает ограничения на вступление в очереди на поля боя. Этот баф поистине жесток. Он снижает все характеристики игрока на 20%, уменьшает урон на 20%, а также режет броню и сопротивление также на 20%. То есть это уже вполне себе серьёзные ограничения. И действуют эти ограничения 3 дня. Причём 3 дня не обычных реальных, а игровых. То есть когда игрок выходит из игры, баф не продолжает тикать, а так и остаётся на персонажа. За время этого бафа игроки вполне себе успевают прокачаться где-то до средних уровней на классике. Паладин, чтобы как-то избавиться от этого бафа, оставил персонажа на несколько дней в онлайне, чтобы таймер тикал, и по истечению таймера он мог продолжать играть нормально, как раньше. Это произошло, когда он был на 43 уровне. Самое ироничное было в том, что буквально вскоре после того, как баф спал, он отправился проходить один данж, в котором его персонаж погиб. Стример Зика на фоне этих новостей даже записал небольшой ролик, в котором, прямо сказать, радовался смерти его персонажа. Некоторые, правда, ради критиковали стримера, мол, то, что паладин специально перед дуэлью набафался чуть ли не до непробиваемости, это так себе. Ну и сам стример тоже был любителем коварных трюков. К примеру, на старте хардкор серверов он сразился на начальных уровнях с одним противником, который оказался его сильнее. У стримера в самый напряженный момент закончилась мана, но он побежал к квестовому NPC, сдал прямо во время дуэли ему квест, который у него уже был выполнен, апнул за счет этого уровень, восстановил ману из-за левелапа и убил противника. В любом случае, Зико действительно удалось проявить смекалку и выйти из смертельной дуэли, в которой нереально было победить живым и здоровым. А вот напоследок еще один пример возмездия. Жил-был игрок под ником Ториан, который начал играть в классический Варкрафт с группой своих приятелей, которые из-за реальных проблем были вынуждены со временем покинуть Азерот. Ториан остался в игре один, выкачался, начал более-менее активно играть. Однажды ему один из тех друзей, с которыми он начинал играть, прислал клип, в котором показывалось, как его персонажа в Стальгорне убивает один разбойник, пока он стоял АФК. Это было, конечно, неприятно, но всякое бывает. Игрок просто решил запомнить ник этого коварного разбойника и пообещал себе, что однажды он ему отомстит. Шло время, его сервер со временем пустил, и он решил перенести персонажа на открывшиеся сервера классического гнева короля Лича. Он начал улучшать свои навыки в ПВП, ходить на арены, заводить новых друзей. Однажды, когда он пошел играть на арену, он встретил в команде противника того самого разбойника. Он почувствовал, что это именно тот, кого он так долго искал. Шанс, что он вновь его встретит, крайне невысок. Он подумал, что обязан его победить. И вскоре напряженная дуэль закончилась победой. Команда противника была повержена. Чтобы уж точно убедиться, что это был именно тот разбойник, он отыскал старый клип с его убийством, сравнил Никки, и да, это был именно он. Он свел счеты с ганкером в честном бою спустя год после его бесчестного убийства в Стальгорне. К слову, как позже выяснилось, тем игроком разбойником был известный англоязычный стример под ником Пайо. Ну что же, по сути, на этом все. Благодарю вас за просмотр. Удачи!